У меня такой немножечко вопрос. За территорию мы платим здесь деньги? Стас, высчитывают за территорию? Почему часть территории закрыта? Почему закрыта, Владимир Петрович, почему закрыта часть территории? Я за нее оплачу? Нет, вы за ту территорию не платите, она... Хорошо, вы считаете, она... Отдельно, сауна, чем оплачено? Сауна, коммунальный предприятий. Мне интересно, сауна не относится, а кому она... Доходов нету, кто платит за нее? Значит, теперь я вам хочу сказать, что мы сейчас как раз... Охрана моется машину каждый день. Как это может быть? Возди прохода. А у нас здесь, Влада Анастасия, ущемляет права жителей. Вас ущемляют, и моют машины. Один Петрович, ущемляет, пожалуйста. Я сейчас ущемляю вот этими документами, я ущемляю сейчас права жителей. Уважаемые друзья, значит, на сегодняшний день я... На сегодняшний день находится 11 тысяч. Вот если мы до 26 числа не находим всю сумму... Я обманяюсь. Я... Я понимаю, вы после работы... Отключит свет. Давайте поработаем. Не, ну как отключить свет? Я защитил. Счетчик, я надеюсь, я защитил. Это чьи фамилии, это чужие фамилии? Так здесь половина, здесь не живет вообще. А почему вы? Хорошо, давайте, 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 да. Удовенко живет здесь. Я не знаю, кто здесь живет. Моя фамилия есть, как меня могут отключить? Я плачу 20 лет прожил в общежитии, ни одного дня нет у меня задолженности. А пришел разбираться к вашему бувантеру за воду, 32 куба насчитали мне. 32 куба, я прихожу, она еще и кричать на меня начала. Что ты пришел сюда? Это нормально. А кто-то говорит на нашу свет откуда. Это не работа такое. 32 куба за месяц, я в шок. Пришел разбираться, я уже убыть не лил. Ушел разобраться, она еще и кричать на меня. Нам отключает свет в первую очередь, нам не выключали воду. Это все было с точностью наоборот. Были мы три недели. Есть, по счетчику насчитали. Нет, нам включали позже. Поверка такая была. Петриков нам выключил воду на три дня, а не на три недели. Есть предложение начать работать. Еще раз. Есть заявление, начните засчитать. Одну секундочку, кто поможет. На основании обращения жителей общежития распоряжением городского головы была назначена рабочая группа регулировать конструктную ситуацию между жителями общежития и директора. То, что сейчас происходит. На ваше рассмотрение, вместе с фактами нарушения введения деятельности по организации проживания жителей в общежитии, а также были наданы факты совершения администрации КПГЖК, факты криминального правонарушения, то есть подделка подписей жильцов до горах найма за 2014 год. В дополнении изложенных фактов в обращении во время рассмотрения гражданских дел в суде выявлен факт подделки подписей в актах, согласно которым подтверждались факты проживания или не проживания в здании общежития. Так, в деле КПГЖК КТНСЩУК о признании особо такое, что утратила право на жилье, подпись непомощи Алены подделана, о чем она подтвердила собственноручно подписанную записью в данных актах. Вот это так, человек, который пишет о том, что, я не помню, что я говорю, комиссия не состояла, подпись не моя. Скажите, пожалуйста, комиссия правомощна в вашем понимании? Подождите, это заявление, которое я хочу, чтобы было услышанное, потому что это заявление будет подано тоже на ваше рассмотрение. Вы не можете подать заявление на мое рассмотрение о анализе или подчерковической экспертизе? К сожалению, вы очень хорошо о нас думаете. На все это, на ваше заявление, пожалуйста, на услышать правоохранительство. Также за период с ноября 2015 года состоялись судебное слушание по пересмотру заочных решений о взыскании с должности Денисенко АВ. В результате рассмотрения дела заочное решение о взыскании суммы за должность в размере свыше 20 тысяч гривен было отменено. Перечисленную Денисенко сумму в пользу ГПГЖК взыскать с КПГЖК и вернуть Денисенко. Также в январе 2016 года Южинским городским судом было отменено заочное решение о взыскании с Тарнарского за должность в размере 13 тысяч гривен. Теперь ситуация, которая сложилась с выселением Танощук, является незавершенной. На данном этапе заочное решение об утрате права на жилье Танощук фактически, прошу прощения, утрате права на проживание отменено Южинским городским судом, а дело не решено. Но препятствует для пользования помещением в общежитии, но ему, Танощуку, препятствует пользоваться помещением в общежитии. Далее. Что является незаконным? Учитывая физическое состояние Танощука, после двух человек принес две операции и вынужден проживать в неотапливаемом дачном домике с легка шара. Он имеет намерение подавать иск в суд, о размещении моральных убытков, запрещенное моральное страдание администрации КПГЖК. Расходы по размещению моральных убытков будут отнесены на общежитие, чтобы подтянется с собой дополнительные расходы жильцов, то есть нас. Прошу заметить, этот человек, господин Танощук, его руками утрут все лавочки, кто старые жильцы, мы знаем, все лавочки вот эти вот, это вот это человек делает. Его руками делают. Вот это установлено, мусорные вот это, все, я делал, мы работали, мы делали. А меня как инвалида, третьей группы, проживший здесь 11 лет, незаконно, никакого, ни актов я не видел, я не присутствовал, меня выселили незаконно, на улицу выкинули, инвалиды третьей группы, проживший 11 лет, проработавший в порту 35 лет. Я платил 11 лет, получилась у меня травма. Я произнес группу, все эти факты свидетельствуют о том, что вы проводите.